Сегодня мы с вами продолжим переводы Роша к трактату Псахим. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения заложников, извлечения раненых и больных, чтобы наступил настоящий мир. Итак, мы остановились на Мишне, 19 параграф 2 главы. Следующие овощи годятся для марора. Бе Хазерет, Бе Улшин, Бе Тамха, Бе Хартхабина, У Бе Марор. Последний просто называется Марор, Стаммарор. Горькая трава какая-то. Большинство остальных мы не знаем, как переводить. Первый из них это самый известный, и его больше всего используют, особенно Сефардим. У них традиция, что то, что по-английски называется Ромейн Леттес. Один из винов-салатов, который, в общем-то, не горький, но вирсоянский там вот действительно говорит, что он не такой уж горький. Он горьким становится, если долго останется в земле или что-то такое. Я не знаю, сегодня так ли это, но, конечно, обычный Ромейн Леттес, у него нет никакой практически горечи, но, тем не менее, большинство людей берут его. Проблема была, конечно, всегда с червями, но так берут тот, который растет либо в теплицах специальных, либо так обработано современными методами, что обычно червей не остается, или остается так мало, что они мьют шейна мацуй. Некоторые раввины и такой вариант разрешают. Другие говорят, что если были черви, то теперь невозможно их просто помыть так, чтобы большинство исчезло. Нужно тогда уже проверять каждый лист. Это все очень сложно, и в современном мире трудно заставить людей, и внимательность у нас не такая, как это по-английски attention span. Поэтому был другой вариант, предпочитали, а в особенности в ушкинадских землях, марор так называемый, как они считали, что это третий из упомянутых, а именно тамха, что это хрен. Но профессор Филикс считает, что это не хрен, что хрен это европейские овощи, это не мог быть... В земле Израиля не было хрена во время хазаль, поэтому тамха это что-то другое. В общем, в любом случае, я лично беру ромейн-летос, салат беру, как марор. Так делают большинство людей сегодня. А остальные мы не знаем точно. Про один из них говорят, что, может, это индивы, но точно тоже не уверены, какие именно. Значит, это вот пять видов, которые годятся. Заметьте, что есть пять видов злаков для мацы, пять видов овощей для марора. Магараль об этом обсуждает, что это как правая и левая рука, пять пальцев, пять пальцев, правая и левая. Доброта и сила, суд, пять видов горечи, связанные с пятью видами. Наказание, как бы, видов суда, пять пальцев. Да, ведь говорится, что сегодня оказывал, как бы, своей рукой, если может, окружиться пальцами. Избайлы ким-хи, сказали, сказали ебетские магистры. В общем, идея такая, что пять сопротив пяти здесь не случайно. Значит, пять видов овощей, они говорят, и трав годятся для марора. Значит, годится и сухуи, даже если они уже высохли, не очень, так сказать, сочные эти овощи. Но не годятся, если они были кивушим, то есть их положили в воду надолго, или тем более какие-то соленые, там какие-то уксусы, да, маринованные всякие. В общем, маринованные овощи не годятся. И засоленные всякие. Или даже просто долго в воде, там, больше и больше суток держали, уже он теряет, как бы, свой вкус основной. Законсервировали так. Вот, тем более вело шлуким, если их варили, вело мебушалим. Мебушалим и шлуким это одно и то же почти. Один это более сильное вид варенье, чем другой. Есть диспут какой именно, что больше шалук или мебушай. Я это обсуждал, когда делали трактат недарим в цикле дофьеми. Но, в любом случае, никакие виды вареных овощей не годятся. У мецитарфимных заяц все эти овощи мецитарфим. Так же, как в случае мацы, можно сделать часть мацы с кашемой с пшеницей, а часть здесь менее. Так же и овощи можно сделать часть, съесть, например, полгзайта. Допустим, если и хрен, и ромейн-летос годятся, то можно было бы взять половину гзайта хрена, половину гзайта ромейн-летос. Кстати, некоторые так и делают, что ромейн-летос, он, как бы, более подходящий, и он первый в списке, как будет сказано, это лучше всего брать первый в списке, но зато он не очень горький. Ты беру немножко хрена, и тогда и горечь тоже почувствуешь. Но, на самом деле, галактически это не совсем хорошо, потому что как раз, если один из них не настоящий маурор, то тогда только хуже делаешь, а не лучше. Если взял один из них, то хотя бы есть вероятность, что это правильное. А если взял оба и всего-сего заят немножко того-немножко того, то ты будешь йосу, только если оба точно мауроры. А у нас есть сафики по отношению к ромейн-летос, тот ли это, хазерет, и по отношению к... тем более по отношению к хрену есть сафик, тамха это или не тамха. Поэтому брать оба — это хуже всего, на самом деле. Только если их по очереди есть, и к заят, и того, и другого. Но мауроры — это каравинская заповедь сегодня, когда нету храма и нету корбен-песах. Поэтому стараться так уж быть йосу, по всем мнениям, и брать и того, и другое, это, мне кажется, уж через чул. Умистафим лекзайд, йоцым бекелах, шилахэм, можно использовать их стебель. Уби дамай, уби майсер решон, шинит латрумма, то бимасер шини, вигэкда шинивдуй. Также можно использовать, значит, дамай, то есть то, с чего крестьянин, может быть, снял, труму. Если бы снял майсер, может, не снял, но большинство снимали. И можно использовать майсер решон, с которого отделили труму, то есть то, что дают левитам. Десятые, десятые левиты дают кое, но остальные 9% от оригинала, и он съедает сам, и это может есть обычный еврей. Это годится. Масер решон, он не имеет особой святости, только нужно труму, труму от майсер с него снять, то, что идет коином. И также можно выполнить заповедь с помощью мастер шини или хэкдаш, которые выкупили. То есть они теперь просто обычная пища. Окей, гемора. Хазерет, хаса. По-арамейски, то, что они называли на иврите хазер, это на арамейском называется хаса. У них даже намек есть хаса от слова хус, что Всевышний Милосерден был к нам. Как я сказал, считается, что это Ромейн Летес. Мне сказали мои бухарские друзья, что они всегда это брали. То есть это старая традиция, независимая многих сефардских общин, независимых, и дотам израх. Не сефардимамаш, не испанских. Я не знаю, что в Испании брали, но я имею в виду и дотам израх. Что так вот и в Ираке брали, и в Узбекистане, и в Таджикистане. Везде брали этот Ромейн Летес. А в Ашхеназию обычно в это время года вообще не достать. Никакой салаты, никаких свежих овощей. Поэтому брали хрен, как я уже говорил. Улшин называется Алакнахи какой-то. Аланхи. Тамха. Амарабабаравхана. Тамха-шима. Тамха, она так и называется. Тамха. У них тоже, у мудрецов Бавилонии ее называли так же, как Мишня. Викуримла бэлэшонарави шин ламит хей. Он говорит, что по-арабски, видимо, он сам вряд ли Рош знал арабский, но он цитирует каких-то мудрецов, которые знали арабский. Он говорит, что это называется у них шла какая-то. Хархавина, четвертый из них, это говорит Амарешлакеш ацута дедикла. Ацута дедикла. Это что-то из пальмы, что ли? Непонятно. Я не знаю, на каком языке он это говорит, но это какое-то слово из иностранных. Некоторые объясняют, что это какая-то алкарцина. Виешми фарши алханда кук. Окей, мы все это не знаем сегодня. Даже профессор Феликс про последние два говорит, что это просто какие-то травы горькие, но мы не знаем, что именно. Равина увидел, что мудрец ищет специально именно самый горький из них, Хархавина. Он говорит, что ты думаешь, что чем более горький, тем лучше? У нас же в Мишне сказано Хазерет первым, значит, что он на первом месте. Так же, как мацу лучше из пшеницы делать. Все, что на первом месте упомянуло, это действительно предпочтительно. Маца лучше из пшеницы, а марор лучше именно Хазерет. Так же сказал Равиоша, что митцва, именно особая митцва, взять Хазерет. Что значит хаса, чтобы все еще не смелося с нами, над нами. Еще говорит, что именно вот этот намек на марор, потому что марор, он только постепенно становится горьким, вот именно хаса, это ромейн лэтос, она постепенно становится более горькой. Так же и Египет. Их изгнание было сначала приятным, а потом превратилось, сначала говорит, хила би пе рах, слово пе рах можно читать как пе рах, добрый, такой мягкий язык. Сначала они с добротой встретили детей Якова, и самого Якова уважали. Бесофан би авадакаша, потом стало тяжело. Амар лей хадран бей. Говорит, окей, я теперь передумал, в смысле, я вижу твои документы, и теперь буду брать именно Хазерет. Йо цимбахем би бен лейхем бен ювейшем, амар раф хизда лошану элеш келлах, а валь алин лахим ин левешем лог. Это что, если, хотя сказано было, что сухие тоже годятся, это имеется в виду сам стебель, но вот листья, они если высохли, уже не годятся для марора. Мишна. Возвращаемся назад к законом Хаммельца. До сих пор были законы Мацы и Марора, и он заодно законы Халы здесь обсуждал подробно, а теперь возвращаемся назад к запретам. Один из запретов это не оставлять для куриц в песах отруби, да, брен по-английски, вот то, что от шелуха вроде, от зерна, да, клепа. Вот это не оставляют в воде, потому что тоже станет Хаммельцем. А вальхолтим, но можно в кипятоках. Мы сегодня не делаем халиту, я уже рассказывал, боимся. Катавра вшлия афальпиши халут инба недехимут уму глашим аль габей кемаху хахалут лошаману бештейши воши и тир. Вот, видите, он говорит, уже Гавоним написали, что в наших ешивах, у него было две ешивы основные, Сура и Помпадита. Говорит, что в наших ешивах не слышали, чтобы такое разрешали, мы не баки, мы не разбираемся, как это правильно сделать, в кипяток положить, чтобы не успела закваситься. Или лихай у лихолэ, только для больного человека, или для женщины-роженицы. Аль пи баким, тогда те, кто разбираются, могут сделать. Векен катав рафхай, так же написал рафхай, ма ца халута биротхим, ма ца хи, а валь драбонан, камай амру ло ядинан халита, хейхан хи, векама халим, тарху лихитир лахем, мей сиорим, вихалита, вело хитиру ха гаоним, эле лихолэ шаукша халийо аль пи рафаим. Он говорит, что в результате халиту разрешают, только очень больным гаоним разрешили, которому, дорогая, что очень ему нужно. И дальше он приводит имени Авиазри, был такой мудрец шкинавский, ма ца ха я ши шару ми а атмур сен вишах шифу га им авиз. Что был случай, когда они немножко положили отруби в воду сначала, а потом им натерли гуся, когда делали, видимо, гуся в песах, в духовке делали гуся, и его натерли мокрым зерном, вернее, кожурой от зерна, и говорит, мой отец это запретил, что, говорит, в коже всегда есть дырочки, поэтому может попасть внутрь в результате и, видимо, закваситься так. Что такое же есть, похожее в законах кошерности, в геморе хулин, что если есть дырочки, если есть трещины, тогда нельзя. Там про другое речь, но он хочет сказать, что то же самое и здесь. Сегодня мы, конечно, никаким образом ни муку, ни зерно не кладем в воду, если попало в воду, сразу уничтожаем. У нас только есть из всего зернового, в песах мы едим только мацу исключительно. Поэтому все эти варианты, которые у них были, кипяток там кинуть и еще остальное, это все мы не разбираемся в этом. Учили мудрецы, что не может стать уже классным. Ха, фуй, то, что уже испекли. То есть по букве закона геброхт не запрещен. То, что называют наидиш, это когда маца попадает в жидкость. Многие хасиды, все, наверное, и многие нехасиды тоже не едят геброхт. А по букве закона это не запрещено, потому что все, что хоть один раз испекли, уже не может стать хамесным. Они просто боятся, что испекли плохо, и вдруг осталась внутри незапеченная мука. И тогда уже, если попадет в жидкость, то будет запрещено. Я помню, когда-то продавали ручную мацу, которая обычно более дорогая и более хорошего качества. Но был случай, когда в этой маце оказались прямо-таки пакетики с мукой. То есть видно прямо на этой маце, такие вот как белые точечки, и там мука не запечилась, плохо, видимо, заместили тесто, и мука не запеклась. И тогда одни раввины сказали, что, во-первых, сама компания сказала, что они примут назад и деньги вернут. Но насчет раввинов, были раввины, которые сказали, что это, конечно, не есть. Тем более в Песах мы обычно очень строги. Но Рафбелский, глава Родоксального юниона, он был главный посох для основной здесь, самой большой организации кошерности, но они более обычно мягкие. У них много есть мягкостей, которые в основном хридеминая община в Америке не принимает. Такие, как Холовакум, то, что называется, Молоко не еврея, как они его называют, Холовстам, не еврейские фирмы, когда дуют молоко, они полагаются на то, что местама сегодня это именно коровье молоко. Поэтому Гезера Хазаль не относится, что не пить молоко, которое дает не еврея. И если евреи этого не видят, вдруг попадет молоко, допустим, свиньи или там лошади, верблюда в тех местах. Вот. Так у Ю с этим не строги, потому что иначе они фактически не смогут вообще ставить свой знак кошерности на огромное количество продуктов в Америке, которые молочные. Поэтому они считают, что 100 молоков здесь все кошерное в Америке. Вот. Может, они правы чисто физически, что вряд ли в Америке много добавляют не кошерного молока в обычное молоко, но с точки зрения Галахи и с точки зрения особенно Кабалы харизимные евреи не пьют такое молоко и все молочные продукты, которые из молока, за которым не следили, не разрешают. Вот. Еще есть много мягкости у Ю. Но в любом случае, в отношении этой мацы тогда Раф Белский постановил, не знаю, что он сам бы это ел или сам бы стал есть молоко не еврея. Мы говорим о том, что он постановляет для среднего американского еврея, который соблюдает заповеди кто как, знаете, у Ю все-таки сделано для всех. Это большая польза, что в городах, которые далеки от центров, есть кошерный опишечный на каком-то уровне. Так он тогда постановил, что это маца полностью кошерный. Говорит, мало того, что те люди, которые не едят гиброхц, у них вообще не проблема. Потому что, если даже что-то не запеклось хорошо, мы же не собираемся это с водой есть или с жидкостями. Но ведь даже те, кто это не соблюдает, все равно по букве закона в данном случае можно быть мягким, он считал. По целому ряду причин. Во-первых, даже мука, когда плохо была замешана, но уже полностью прошла обработку тоже в печи, она же тоже была испечена, то теперь уже, возможно, тоже не становится хамецной и так далее. Итак, значит, что не может стать хамецным? То, что испекли, вямивушаль, то, что сварили. Имеется в виду, что она не успела заквальться, а пока варили. Я уже говорил, что нас сегодня не кладут в воду, даже в кипяток не кладут ни муки, ни зерен, но у них это разрешали в определенных ситуациях, они разбирались, как это сделать быстро, чтобы успела, да, выхалут, да, то, что она успевает в кипятке сразу завариться и не успевает закваситься. Такимура сама спрашивает, как может быть мивушаль, вареная. Вареная, пока ты варишь, она успеет закваситься. Амара в папа, афуй шебешло камары. На это Рафа вам объясняет, что то, что имеется в виду здесь мивушаль, имеется в виду то, что уже один из испекли. В смысле, если в мацу испекли, теперь можно сделать, как это наедешь, кнейкделлах, да, такие мацаболс по-английски, из муки мацы, мацу снова расталчивают и потом с яйцами и другими ингредиентами делают, как такие фрикадельки хлебные, да, клёстки такие. И вот их уже можно варить. Как я сказал, те, кто не едят гиброкс, соответственно, это не едят, разумеется. Но по букве закона все это можно, так как один раз уже мацу испекли, то теперь уже мука из мацы самой, из растолоченной мацы, она никогда не станет хвостной. Таня, что если падают капли на муку, но так они все время падают, они не дают ей закваситься, они все время как бы двигают и все время выходят газы и не становятся квасными, не будет газ захватываться внутри, чтобы превратиться в квасное. Поэтому пока постоянно, так сказать, капают новые капли, можно. Конечно, в нашем мире мы не полагаемся на это тоже, на все эти мягкости. Амур Ахапа Виху Давид Тип-Тип при условии, что все время падают капли. Не редко, а Тип-Тип. Тип это, видимо, анамотопия, когда слово звучит как ее значение. Тип-тип-тип-тип капает. Наверное, и по-русски слово кап-кап-кап может у русских ассоциировалось капание со звуком кап-кап-кап-кап-кап. Я уже говорил, что, например, бульканье, бабл по-английски, бульканье по-русски, и, возможно, на иврите месяц буль, когда начинаются дожди, возможно, это все тоже анамотопия. Буль-буль-буль. В общем, Тип-тип-тип-тип. Легобей-тип. Да, капля за каплей. Тип-виху-шея-феномия. Да еще при условии, что сразу после этого испекли. То есть не дали, не успело закваситься, потому что теперь вода будет, но нужно сразу же испечь. Киши-пусэ-кадэ-эф. То есть как только кончило капать, тут же испекли это. Вим-сафик, если есть неуверенность, им-дэ-эф-турэ-т-им-ло. Сафик-дурэ-т-ли-хумра. Тогда мы должны следовать строгую сторону. Что любая неуверенность трактуется строгой стороной, так это неуверенность запрета Тора, если стал классным. Вот. Ну, понятно, что мы сегодня, как я сказал, все время боимся таких вещей, не едим, не будем делать мацу или, да, что-либо в песах из той муки, на которую попадала вода. Кстати, сегодня в Америке любая практически мука считается уже квасной. Просто в магазине если купить муку, то ее нельзя будет хранить в песах. Ее нужно продавать вместе со всем хамецом или сафик-хамецом. Потому что у нас вся мука называется бличт. Она уже там, вода попадала на зерна, поэтому у нас любая обычная мука, ее хранить нельзя. Только специальная мука для песаха, но какой смысл покупать муку для песаха? Сам же человек не будет делать мацу, а ничего другого мы сегодня с этой мукой сделать не можем. Был случай, когда какая-то женщина по незнанию купила муку для песаха, обвалила в ней рыбу и зажарила. На самом деле мука для песах это лишь означает, что она пока что не квасная. Но как только ты ее обвалил в ней рыбу и стал жарить, и жидкости там наверняка выходят, соки и так далее, то ты наверняка можешь стать квасным. Поэтому это тоже нельзя. Поэтому для нас от муки никакой пользы нет. Из муки в песах у нас только едят мацу из мучного, как я сказал. А сам человек вряд ли будет испечь свою собственную мацу. Поэтому покупать муку в песах никто не будет. Что люди покупают в песах и что используют, то, что в течение года используют в случаях муки, в подобных случаях муку, как, например, для рыбы, для мяса зажаривать, то в песах обычно покупают что-то из картошки, картофельный крахмал. Есть специальные банки кошельные для песаха, где такая вот как мука, но из картошки. Ее используют, чтобы обваливать рыбу. А сифардин, в принципе, могут и кукурузу использовать, но тоже, если только проверили, что там никаких других ингредиентов нету, на всем должна быть хашгаха. Даже просто рис в наше время сифардин должны покупать специальный для песаха, а не просто любой рис, потому что в Америке рис обогащенный, и там могут быть ингредиенты из пшеницы. Я видел шубу главного раввина сифардинского в свое время много лет назад мне прислали из ОЮ, что главный сифардинский раввин постановил, что они не могут просто покупать рис для песаха. Даже они его будут проверять, что в рисе нету других зерен, как обычно принято в сифардин. Но в любом случае еще проблема с тем, что сам рис на его поверхности есть ингредиенты какие-то, которые они, витамины, которые добыты из пшеницы. Поэтому нужно покупать специальный рис, который делают только для песаха, что там ничего другого нету. Ашкиназмы без того рис не едят. Дальше. Также женщине нельзя, они использовали мурсон, чтобы мыться тоже, мыть кожу таким образом. Может и сегодня что-то подобное использовать в некоторых шампунях. Так вот, женщина не может соответственно это тащить в баню с собой отруби. Но, говорит, если это было в сухом виде, она может на кожу намазать этих отрубей и потом даже потеть в бане может. То, что, говорится, что пот он не приводит к клашению почему-то. То, что, говорит, что, хотя вода у нее на плоти, не имеет в виду вода, имеется в виду ее пот. Невозможно сказать, что сама вода комар, комар, кигон ахарши ништатфа бехамин, что невозможно сказать, что когда она уже помылась в горячей воде, после этого можно обе цонами или в холодной. Кини шаримбе то хамай мухмецим, потому что иначе остается это зерно, эти отруби остаются в воде и становятся квасными. Поэтому до того, как она начнет мыться, она должна снять с себя уже все это, всю эту прилипшую отруби, брен, который у нее на коже. Мы в этом не разбираемся, наши женщины не разбираются в этом, чтобы как следует потом снять это все до того, как вода на это попадет. Поэтому следует им не давать использовать даже сухие отруби. Сегодня, конечно, есть много разных видов. Мыл, шампунь и так далее, и многие из них кошены для песок или, в основном случае, специальных каталогах, что проверено, что в них нет никаких ингредиентов не годящего для песка. И даже если есть там что-то квасное, не факт, что это будет запрещено, есть большой вопрос насчет всяких абсолютно несъедобных субстанций, которых ни человек, ни собака есть не будет, в которых есть какие-то ингредиенты, возможно, из пшеницы там или из спирта какого-то пшеничного или что-нибудь в этом роде. Большой вопрос, если это абсолютно несъедобные вещи, какие-то порошки стиральные или что-то такое, что есть ли вообще какая-то проблема их использовать в песок. Ну и в частности более строго возможно если это на кожу попадает, потому что втирание подобно питью, говорит Талмуд, но когда это относится и параметры этого запрета есть большой диспут. По ГРА считается, что даже в течение года мыло нельзя использовать, если оно сделано из обычного жира, запрещенного, да, что так же как нельзя есть, так же нельзя использовать для смысла в кожу втирать. То есть она можно получать, удовольствие можно получать, если, допустим, продать, но в коже втирание подобно питью. Но другие спорят с этим, большинство не согласны, и шухонарок тоже мягок с этим. И более того, некоторые говорят, что и по ГРА такие виды мыла, как сегодня, которые вообще несъедобные, может быть разрешено для кожи использовать, и что ГРА имел в виду, если просто жир использовали, а не мыло. Но есть те, кто говорят, что ГРА имел в виду и наше мыло, что мыло всегда одинаковое делали и во время ГРА, и сегодня. Вообще мыло – одно из тех вещей, которое надолго пропало. Человечество забыло, как делать мыло, во всяком случае, в Европе, не знаю, во всех ли странах. Но вот мыло, оно упоминается еще в Библии, борит, борит михапсим, говорит, да, пророк. Мыло, которое стирает, которое моет. Но потом, долгое время не было, мы потом снова его открыли. Во всяком случае, мыло, так или иначе, которое делали во время ГРА, 300 лет назад, оно не сильно отличалось от современного мыла, поэтому оно тоже было несъедобным, и тем не менее, логично, что ГРА это запретил, считая, что это раввинский запрет, что подобно питью в каком-то смысле. Вот. Тем более, в Песах многие строгие, не используют ни для кожи, ни шампуни, ни мыл, ни тем более зубная паста, которая вообще в рот попадает, пока не будет хашгаха для Песаха, или не будет проверено, что там нет никаких ингредиентов, запрещенных в Песах. Но, как я сказал, и в этом есть, на самом деле, место быть мягким, если очень требуется. И, наверное, сегодня закончим, мы дошли до очередной Мишны. Урок посвящался для безопасности земля Израиля, спасения заложников, извлечения ранних и больных, и что наступил мир. Субтитры создавал DimaTorzok,